Люберецкий автопарк пополнился еще 14 автобусами. Общественный транспорт уже вышел в рейс. В чем преимущество новых автобусов и на каких маршрутах они работают, узнали мои коллеги. Автотранспортное предприятие Люберец насчитывает 371 единицу подвижного состава. Сейчас автопарк получил еще 14 автобусов среднего класса, которые единовременно могут перевозить до 72 пассажиров. Маршруты для них определены. Будут воспользованы на самых востребованных маршрутах по пассажиропотоку. Это от наших железнодорожных станций, станция Люберца, Ухтумская, ну и до метрополитена. На маршрутах будут они 27, 431, 453. Эти автобусы действительно отличаются от всех предыдущих, потому что достаточно большое количество опций, которые не было в предыдущих транспортных средствах. Для удобства водителя автобусы оборудованы камерами кругового обзора транспортного средства. Они смотрят на входящих пассажиров в салон, а также снимают происходящее за лобовым и задним стеклами. И для безопасности, и для кругового движения, но это лучше не придумаешь. Также в данном автобусе представлен подогрев лобового стекла, щеток. Ну это хорошо. Наконец-то ставлены USB разъемы, как для пассажиров, так и для водителя. Регулировка кресел, даже поясница, подпорка под поясницу. Ну это очень важно для водителя при многочасовой езде и работе. В салоне установлен климат-контроль, а значит пассажирам будет комфортно в любую погоду. Автобусы оснащены гнездом для зарядки мобильных телефонов и стационарным оборудованием по бесконтактной оплате проезда. Предусмотрены места для детской коляски и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я хотел бы водителям пожелать безаварийной езды нашим пассажирам безопасности на дорогах. И чтобы автоколонна была бы одним из лучших транспортных предприятий Московской области. Автопарк городского округа Люберцы почти полностью обновлен и постепенно пополняется новыми современными автобусами среднего и большого классов.